А перед тем, как отправиться в наше путешествие, нужно кое-что сделать очень важное. Все, важное дело мы сделали. Теперь можно ехать. Приветствую всех, кто смотрит это видео, которое на нашей маленькой домашней кинотиле я слепил из того, что было. А именно, экшн-камеры за 3000 рублей и телефона за 20000 рублей. Так что за качество видео не судите строго, ведь синий кино я лепил не от дорогущего оборудования, но от чистого сердца. И в нем я покажу вам нашу поездку в Нижний Новгород на улице Стриж. Ну пойдем. И немного того самого Нижнего Новгорода. Только не говорите, что они встали, ё-моё. Ну а вы, уважаемые зрители всего, после просмотра видео до конца напишите в комментариях, какие ошибки не стоит допускать в следующих видеороликах. Итак, вооружившись вышеперечисленной аппаратурой и своей второй половинкой, я отправился в сие увлекательное путешествие. Всем привет. Сегодня Рождество. И на Рождество мы решили поехать в Нижний Новгород. И не просто поедем, а поедем на поезде Сапсан. Чего, блядь? Сапсан. Посмотрим. Ой, Стриж, господи, ты боже мой. В общем, посмотрим, что это за чудовище такое. Едем на нем первый раз в жизни. И в этом видео постараюсь показать, что это за такой поезд. Ну и немножко Нижнего Новгорода, если батареи хватит. Довольно крутой спуск на вокзал. Он так и называется вокзальный спуск. Спускаться по нему с утра нормально. А вот когда ты набегаешься, по городу нагуляешься, приедешь обратно и не будет нужного троллейбуса, подыматься по нему будет счастье еще то. А все дело в том, что на Владимирском вокзале более-менее прилично ходит только один троллейбусный маршрут. Это десятка, к которой мы, конечно же, не имеем никакого отношения. Остальные маршруты общественного транспорта, либо маршруты призраки, либо и вовсе маршруты мертвецы. В общем, не буду долго напрягать вас одной из самых больных тем всех Владимирцев, а сразу заходим в здание железнодорожного вокзала. Охранников на входе с рентген-порталами в здание вокзала я показывать не буду. Как только пройдем фейс-контроль, так и включу камеру опять. Ну что, вот мы зашли на вокзал. Через полчаса проходим. Через минуту прохода, через турникеты, вот эти все рентгены, наконец-то на вокзале. За что я люблю Владимирский вокзал? За пустоту. За то, что здесь мало народа всегда по сравнению с тем, что было в Москве, да и будет в Нижнем Новгороде. Здесь реально очень мало народа. За это я очень люблю Владимирский вокзал. И действительно, на железнодорожном вокзале Владимир по сравнению с другими железнодорожными вокзалами очень мало людей. Я еще ни разу не видел, чтобы зал ожидания вокзала был заполнен более чем на 10% от его вместимости. Связано это не только с ковидными ограничениями, но и с низким пассажиропотоком. Отчасти с тем, что напротив железнодорожного вокзала расположен автовокзал. Автобусы здесь ходят куда чаще, чем железнодорожный транспорт. Да и тарифы на проезд в автобусе ниже, чем на проезд в железнодорожном транспорте. Ну и конечно же, никто не отменял агрегаторы для попутчиков. Соответственно, если пассажиру надо куда-нибудь уехать, а нужды электрички в ближайший час не предвидится, он всегда может воспользоваться тем транспортом, который и отправится раньше, и стоимость проезда в котором будет дешевле. Нашу железную птичку должны подать на последний для посадки пассажиров четвертый путь. За ним находится локомотивное депо «Владимир». В ожидании железной птички мы полюбовались стоящим рядом электровозом ВЛ-80. Отфоткали его. Попили кофейку. Приятного кофепития. Посмотрели, как ивановскую ласточку притащил тепловоз M70BS, в народе называемый тапком. И... А вот и наш поезд. На горизонте показался электровоз EP20, который и тащит наш стрижек. Электровоз EP20 двухсистемный, поэтому стоянка у нашего стрижека по Владимиру всего-то на всего две минуты. Благо на платформе есть указатель, в каком именно месте останавливается нужный нам вагон. Вот он, наш вагончик. Пятнадцатый. Двери в вагон открываются, конечно же, не все. А поэтому придется бежать в первую попавшуюся открытую дверь. Все, как мы любили. Далее все по классике. Проводник проверяет билеты, говорит номера мест, при этом не говорит номер вагона. Следующий вагон. Последующий, господи. Заходим в свой вагон, усаживаемся на свои места и... Все, мы в поезде. Сейчас ставим эту камеру на зарядку. Поедем, немножко посмотрим, не очень дальше. One hour later. Ну что, мы едем в стрижи. Вот уже разогнались до скорости. 154 км. Сейчас здесь табло есть. Которое показывает скорость. Вещу, город тут отдыхает, спит. Поэтому там тихонечко. Что я хочу сказать, в принципе, очень удобно. Клопаду. Блин. Нам попалось именно место между окон. Зачем делать такую бомбановку? Полнейший притый диапазон. Напишите, вот в комментариях зачем. Теперь давайте посмотрим, что прилагается. Еще раз посмотрим туда. Видим монитор, по которому стравизируют фильм. Звука, конечно же, нет. А для того, чтобы услышать звук, нужно включить, вот сюда, наушники. Вот. И также у нас имеется за сидушкой комплект. Нет, это не мусор, какой мы могли подумать. Здесь у нас, какие товары в поезде мы можем купить. Вот. С обратной стороны напитки, перекусы небольшие. Дальше. Что у нас идет? Справочная информация для пассажиров скоростных поездов. Стриж. Посмотрим, что у нас в справочнике. Вот. Первая страничка на русском, вторая на английском. Вот такие вот купешки. Есть в нашем поезде, наверное, первый класс. Второй класс. Расположение подмонов. Ну и все, то, что в том справочнике. Вот такой поручни, как можно смотреть в единый портал. У нас на поручни пусто. перевозка животных и дальше наушники наушники которые в этот портал сейчас ну даже попробуем их разобрать и послушать наушнички и там друзья распаковка наушников развиваем паркетик смотрим вот такие вот здесь ушки вот сдергается камера немножко поворачивается поэтому решили воспользоваться селфи-палкой походу это не имеет значение включая музыку сначала мы это сделаем в телефоне качество звука ужасно потому что это на все громко слушайте я такое отрошенное качество звука не слышу вообще это просто ужас мы сейчас получим что у вас нет вообще никакого числа без разницы что и как либо у вас нет нет ну ей богу в этих ушных затычках не то что слушать музыку невозможно в них даже не разберешь о чем говорят в фильме который транслирует на мониторе подсветка сидений работает и вроде все хорошо не знаю кто собирал эти вагоны кажись итальянцы но это не точно но кроме расположения сидений продумали все и единственное что я поначалу не мог найти это место для подзарядки своих гаджетов дима а 21 вы чё в общем в отсутствие ее избили герозина он просто убил и разочаровал в бои стоишь она сейчас в обычном распоряжении погоня уже установлен герозит а здесь их нет это чё за трудом а пока я любуюсь красотами владимирской области восходом солнца и скоростью 160 километров в час с которой наша железная птичка летит далеко не всегда в вагон зашел начальник поезда чтобы поинтересоваться как дела у пассов и ответить мне на вопрос который меня мучает предложение есть и usb зарядки или розетки ребята вот еще вот в очередной раз я сегодня лоханулся розетки здесь все-таки есть поезд хорошо особо и не требовал ничего нормально комфортно отлично спасибо большое вот пожалуйста очередной раз не заклинул под сидушку оказывается здесь розетки есть и сейчас мы будем заряжать наши гаджеты частности камеру которая нам еще понадобится кстати вот интересна такая штука когда едешь в обычном поезде в любом другом вот здесь ничего подобного это то что на каждого год идет по одной колесной паре или узнать такой стук такой вот слушать вот это вот мы проезжаем такие рельсы такой стук очень интересно необычно вообще непривычно а все дело в том что к вагонам поезда тальга или стриж по-нашински крепится непривычные нам колесные пары а по одной колесной тележки которые завод-изготовитель присунул по самое главное в смысле по самую крышу между ног между ваги между вагонами поезда ну в общем все как показано на картинке благодаря такой конструкции поезд более устойчив на спецчастях и на кривых участках пути но прикольно необычно очень платформа кажется так близко немножко стремновато когда я проезжаюсь необычные пары Сувенирчики едут. А, такая ручка, да? Да. Есть еще колокольчики, подстаканники, детские развивающиеся. Магниты. Маски для глаз, ставки на дороге есть. А по чем подстаканник? Есть два, один перешел, другой по дороге. Это три? Да. А подешевле какой? Подешевле за 1600. Кислогорск. А вот символика РЖД, стаканника нету? Ну так так нет. Мммм. Тогда, извините, я хотел этот, именно символик РЖД, купить бренд. К сожалению, подстаканничка, который я хотел купить, не оказалось. Ну ладно, может на вокзале в Нижнем Новгороде будет. Спустя некоторое время она все-таки найдет в закромах поезда интересующий меня стакан и принесет мне его. И моя вторая половинка купит мне его за 1200 рублей. Проблема только в том, что к этому моменту я уже выключу камеру и не покажу вам момент покупки. Но чуть позже я его для вас обязательно распакую. А пока что наслаждаемся видами из окна. Вот мы проезжаем один из самых экологических городов Нижегородской области Дзержинск. Это самый большой и, я уже только что сказал, самый экологический город Нижегородской области. Здесь стоит куча заводов по производству свежего воздуха. Вот. И вообще, если хотите, я как-нибудь сюда приеду целенаправленно именно в Дзержинск вообще сделали обзор на город. Покажу, что это за городок такой. Ну вот. А мы пока что едем дальше. Шутки шутками, но, как вы уже догадались, ситуация в Дзержинске складывается с точностью да наоборот. Дзержинск самый большой город в Нижегородской области после самого Нижнего Новгорода. А экологическая ситуация в городе промзоне просто катастрофическая. Кстати, до 2015 года из окна поезда здесь можно было наблюдать трамвай. Но благодаря бездарному правлению чиновников и всякого рода водонизма Дзержинский трамвай навсегда ушел в историю. Но не будем о плохом и вернемся обратно в поезд. Один из самых ощутимых минусов поезда «Стриж» это его туалетная комната. А точнее, мои габариты. Дверь открывается автоматически. Заходим. Туалет просто жутко неудобный. У меня, похоже, туалет был в самолете. Знаете, вот дверь открывалась такая у нас дворчатая. Здесь обыкновенная дверь. А заходить-выходить из нее неудобно. Если вы готовите на сложение, как я, то вообще не вариант. А так, что у нас? В кране вода есть. Даже, кстати, теплая. Регулятор температуры. Мыло. Мыло есть. Теплая вода, это, конечно, круто. В полотенчике есть. Все отлично. Выходим. Очень нюб. Очень неудобно выходить. В этом плане, конечно, самолет выигрывал. Мы уже подъезжаем к Нижнему Новгороду. Скоро будем выходить. И вот мы приехали. Ну, пойдем. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот мы, наконец-то, на московском вокзале. Станция Нижнему Новгород, Московский. Вот они. Колесные пары такие вот. По одной паре на один вагон. Полчас, ой, полминуты для входа в вокзальные порталы пролетели незаметно. И вот мы идем в метро. Я не буду снимать поездку в местном метро, так как сотрудники этого андеграунда не очень любят, когда их объект снимают. Но немножко покажу мою любимую станцию Нижегородской подземки. И... Гоу в город! Вот, обратите внимание, мы находимся сейчас на станции метромосковская. Это такая, знаете, даже не кроссплатформенная пересадка. А раньше, когда еще не было станции Стрелка, была вилочная система движения поездов. Значит, смотрите, фишка в чем. Вот видите, два центральных пути. Вот, здесь идут поезда автозаводской линии. От, по-моему, Заречной, конечно, да, до Горьковской. А вот там вот дальше и вот здесь идут поезда другой линии. Вот, то есть отсюда поезд идет на станцию Буревестник. А вот оттуда издалека поезд идет на станцию Стрелка. По линии организовано полностью левостороннее движение. Вот. Почему так? Потому что, когда станция Московской на синей ветке была конечной, вот, они приезжали только вот на этот путь. Вот. И отсюда разворачивались. Вот. И шли дальше на автозаводскую линию. То есть была такая вилочная система организована. Сейчас уже организовано полноценное движение, да. Вот. Но для того, чтобы пустить нормальное правостороннее движение, нужно всю сигнализацию все переделывать. Поэтому оставили полностью правостороннее движение. Ну, хватит уже тарахтеть о транспорте. Давай город посмотрим быстрее. Так, ну что, мы на Большой Покровке. Большая Покровская улица – это главная улица Нижнего Новгорода. Она расположена в историческом центре города и связывает четыре площади, таких как Минина и Пожарского, Театральную, Горького и Лядово. Одна из самых старинных улиц. До 1917 года улица называлась Дворянской. Оформилась как главная улица города к концу 18 века. Длина улицы чуть более двух километров. В советское время улица была переименована и стала носить имя Свердлово. И в народе улица уменьшительно ласкательно увеличалась Свердловкой. Кстати, частично пешеходной улица стала только в 80-х годах. До этого улица была полностью проезжей. А свое нынешнее название Большая Покровская улица получила ровно тогда же, когда и Горький получил название Нижний Новгород. Именно на этой улице всегда по любому поводу проходят массовые народные гуляния. Однако в этом году здесь было кисловато. По крайней мере, рождественской атмосферы не ощущалось. То ли народ уже устал гулять, то ли мы приехали очень рано. Понятия не имею. Ну да не суть. Я еще во Владимире говорил, что люблю малолюдные места. Ну а мы тем временем дошли до перекрестка с Октябрьской улицей. И посмотрите, какого красавца мы повстречали. Блин, там деревянные скамейки. Охренеть. Так он типа под ретро сделан. Только не говорите, что они встали. Ё-моё. А не. Встал, посигналил и поехали. Эти вагоны Нижний Новгород закупил в 2021 году под стиль ретро. В нижегородских пабликах говорят, что на деньги, которые были потрачены на эти вагоны, можно было закупить подвижной состав без какой-либо стилистики и в большем количестве. Почему этого не сделали, неизвестно. Ну а мы тем временем пошли искать рабочий ресторан. Но на пути к Кристику нам попадается вот это вот чудо. Ну это по-любому. Сейчас я его обойду. В трамвайчике. Хорошо сфоткаем. Сейчас мы его обойдем. Посмотрим его отсюда. Вот. 800. Мы, естественно, двоечка. Городское кольцо. Теперь идем внутрь этого городского кольца. Нет. Вот такой вот контроллер. Стопов нет, естественно. Они были, но походу в Нижнем Новгороде преобладает такой вид спорта, как спиздинг. Вот. А где он установлен, этот трамвай? Правильно, на рельсах. Для того, что по Большой Покровской давным-давно, давным-давно во времена царьков ходил трамвайчик. Ну и, наверное, не только царьков. И вот это вот рельсы, которые от него остались. Вот он стоит. Вот такой вот. Вот он. Так. Все. У меня батарея садится. Начинает. А возле драмтеатра мы встретили еще одного красавца. Не менее симпатичного. Желание исполнится. Надо тереть там, где еще краска есть. Вот здесь, например. Видишь, ее не всю. Зато больше шансов, что желание исполнится. Рога отрут. Рога отрут. Рога отрут. Рога отрут. Рога отрут. Рога отрут. Левый рога, правый рога. Да. Какое? Я тебе не скажу. Почему? Потому что казах сказала не застепенно. В одиннадцать часов утра почти все кафешки на Большой Покровской закрыты. А в поисках открытой кафешки мы обратились за помощью к Яндекс.Навигатору. И естественно Яндекс.Навигатор повел нас в открытую кафешку в своем неповторимом стиле. Конечно же Яндекс.Навигатор. Вот он ведет нас по вот таким вот дебрям. Исписанные стены. Недействующие ларьки. Может даже они продаются. И вот Яндекс.Навигатор ведет нас по таким вот дебрям. Прицеп. Какие-то дома. В общем парадная улица Большая Покровская закончилась. Настало время увидеть обшарпанные дома. Возможно заброшки. Хотя судя по антенне и пластиковому окну не совсем заброшка. Вот с обратной стороны то что мы видим на Большой Покровке. Вот оно все. Идем дальше. Ага щас же. Не тут то было. В общем Яндекс.Навигатор нас обманул. До открытия Рестика оставалось полчаса. Нам остается только полыхать. И начать. Наматывать круги вокруг Рестика. Кушать то хочется. А вот запихивать в себя все что попало по типу шевухи. Нет. Намотав несколько кругов. Мы все же зашли в ресторан. И вот вам обещанная распаковка стаканчика. Ребят. Ну а когда я вот съехал в поезде в Слеже. Мне сказала проводница что у нее нету стаканчика с логотипом АДЖД. Я после этого поставил камеру на зарядку. Уже не стал ее трогать. Но она специально для меня его нашла. Потому что я сказал то на камеру. У него вот. Как это нет? Стаканчик АДЖД. Вот он. Теперь сейчас посмотрим что за стаканчик. Из чего я завтра утром буду пить чай. Значит вот такой вот стаканчик. Вот такой вот. Сейчас мы его разберем. Москва. Побелецкий вокзал. Вот. Дальше. Здесь идет у нас Калининград. Москва. Также у нас идет локомотив неизвестного происхождения с логотипом АДЖД. Вот. Дальше. Здесь внизу логотип АДЖД. И так же паровозик. И где-то здесь. Где-то здесь. Владивосток. Вот. Очень удобно. Вот. Чай. И не только чай. Может быть морс. Может быть пиво. Если кто пьет пиво кубинскими дозами. Он не сойдет. Вот. Ребята будете в Нижнем Новгороде. Я вам очень рекомендую ресторан украинской кухни Корчма Хуторок. Ведь украинская кухня самая вкусная кухня в России. Ну а мы хорошенько подкрепившись борщиком и еще кое-какими украинскими угощениями идем дальше. Ребята, ну что. Мы только что очень вкусно покушали в Корчме. Ну точнее в ресторане украинской кухни. Прям бомба. Просто аппетитно. И не только покушали. Но вы можете по-моему и Харе наблюдать. Еще и подогрелись. Кого-то там накачали. Да. Ну а мы тем временем дошли до елки, которая находится у Чкаловской лестницы. И честно говоря, немного удивились. Ведь в прошлом году здесь было столько народищу, что просто было не пролезть. А еще в прошлом году здесь было все оцеплено полицией. И к елке подпускали только тех, кто прошел такие же порталы входа, как на вокзале. Но это все полбеды. Потому что по-настоящему разочаровало то, что в радиусе километра от елки нет вообще ни одного туалета. От слова совсем. Как нижегородские власти при подготовке к празднику могли проворонить такой момент, непонятно. Благо в радиусе километра от елки есть КФС, в который, конечно же, не протолкнуться. Не столько через желающих поесть, сколько через желающих сходить в туалет. И тут можно говорить все, что угодно. О том, что есть КФС, вот и иди туда. Обратите внимание, он не мужской и женский. Он общий. Или о том, что в местах скопления людей туалеты нигде не ставят. Но, блин, народ, у нас во Владимире таких проблем нет. Почти в любом месте массового скопления людей обязательно есть туалеты. Причем бесплатные. Заяц, какое у тебя впечатление от Нижнего Новгорода в этом году? Пухло. Почему? Потому что тут ничего нет. А что должно быть? Должно быть весело. Должен быть праздник. Разве не праздник? Вон, смотри, гирлянды висят. И праздник должно быть. Йо-ху! Казалось бы, с праздником в этом году Нижний Новгород подкачал. Но не все так просто, как нам кажется. Дело в том, что Нижний Новгород в этом году объявлен столицей Нового года. И тут возникает вопрос. А где же праздники? Где здесь те самые массовые народные гуляния? Где новогодняя ярмарка? Где Дед Мороз, который вечно лезет, чтобы с ним сфоткались? Где все это? Спокойно. Это все было. Но не на Большой Покровской. Это все происходило на улице Советской, в районе Гребневского канала. Самое обидное в этой ситуации то, что мы об этом не знали вообще. И, конечно, очень хотелось бы, чтобы нижегородские власти не экономили на рекламе таких мероприятий. И, судя по фото и видео из соцсетей, Нижний Новгород в этом году отметил Новый год просто шикарно. Ну, а мы тем временем поехали на Сенную площадь на одном из новых нижегородских ретро-трамваев. Блин, там деревянные скамейки. Охренеть. Так он типа под ретро сделан. Что хорошо? Остановка. Обратите внимание на остановку трамвая. Лавочка. Два отбойника. Но, в принципе, красиво. Тут не придерешься. Как-то вот, знаете, сделано вот так вот по старину. Вот интересно. И вот наш красавчик приехал. Сейчас мы покатаемся вот на этом вот трамвайчике. Городское кольцо. Что нам очень понравилось, так это то, что в вагоне объявляются не просто остановки, но еще и рассказывается о достопримечательностях, которые вы можете посетить, выйдя на этих остановках. Вагон, конечно, сделан очень интересно. Есть свои плюсы и минусы. Например, плюс тот, что вагон не гремит на рельсах. Из минусов очень узкие сидения. Следующая остановка – Средной Рынок. Наш маршрут пересекает площадь для... Окружают ее по большей части современные здания, но есть и старинные. Например, в Товиду. Он был построен в Поницайской и нашество. На старом ряда Николая Грун. Здесь проживали женщины с детьми, потеряющие хромейцы. Сегодня памятник в суду Грунгу установлен перед зданием вложения патронов. Достаточно. Давай я схожу. Да. А еще из минусов можно отметить то, что в вагоне нет кондуктора. Билеты продает водитель. Как так-то? Это же очень сильно мешает водителю разговаривать по телефону. Наш, здравствуйте. Дайте два, пожалуйста. Здравствуйте. Два. Два. Сейчас тебе помогает, что сразу заряжается на втором рядах. Ну, знаю, что это. Да и вообще управлять вагоном. Билет такой же, как во Владимире. 28 даже. В общем, молоденький ретро-вагон под телефонные разговоры продающего билеты и управляющего этим вагоном водителя довез к ним. Следующая наша точка локации – это колесо обозрения на Сенной площади. Следующая остановка. Университет. Ну что, ребята, мы пришли на вот этот вот аттракцион. Вот он, колесо обозрения. Сейчас мы на нем покатаемся. Ну и, конечно же, как же без очереди. Ну и, конечно же, как же без всякого рода западла. Пока мы стояли в очереди, в моей экшн-камере села батарея. Так что дальше буду показывать видео с телефона. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну а это, как вы поняли, вид на столицу Нового Года с канатной дороги. Я очень рекомендую посетить это место и увидеть эту красоту не в объективе видеокамеры, а в живую. Это очень завораживающее зрелище. А время нашего путешествия подходит к концу. И мы направляемся в сторону железнодорожного вокзала. И тут... Ребята, приехала РВЗ-шка. Заходим. Как нам повезло. Новогодний трамвай. РВЗ-6. Давай, телефон. И музыка играть новогодняя. Класс. Это ли не чудо? По дороге на вокзал нам попадается настоящий ретровагон РВЗ-6. Ну, точнее, все, что от него осталось. А остался от него только кузов. Потому что все органы управления, все агрегаты, вся электроника, все это было заменено на современное. Обратите внимание, на этих вагонах с завода было установлено ручное управление. Как в поезде. Или как в КТМ. А теперь... Здравствуйте, с Рождества. Какой у вас вагон красивый? Старались. Сколько проездов? Сколько. А дайте мне, я подавался. А здесь ручное управление или ножное? Идали здесь. Как сказала Снегурочка, от электричек и КТМов здесь ничего не осталось. Купив билеты, я решил не отвлекать Снегурочку своими вопросами обо всех тонкостях управления российской реинкарнацией Рижского вагонного завода. А заодно не доводить до приступа ревности свою вторую половинку и побежал обратно в салон. Что еще можно сказать о вагоне? Вопреки всем установленным на него новинкам, возраст вагона ощущается очень сильно. Например, жутким грохотом колесных тележек при езде. Да, гремит, конечно, конкретно. А? Гремит, конечно, вагон конкретно. Доехав до вокзала, мы решили выпить, так как до отправления поезда было еще целый час. Ребята, будьте на вокзале в Нижнем Новгороде ждать поезда. На втором этаже в зале ожиданий. Замечательные пенели. Здесь очень вкусно, просто бомбическое. И Пашка, это просто бомба. Это непреддаваемое ощущение. Бокальчик покажи. В таком статанчике говорит прямиком из Америки. Знаешь, я ему верю. Очень вкусное пиво. Стоит ли ехать на экскурсию в Нижний Новгород? Однозначно стоит. Ведь это не только столица Нового Года, но еще и столица закатов. Неописуемая красота Нижнего Новгорода не оставит равнодушным никого. Чего только стоит посмотреть на город с канатной дороги. Или полюбоваться на стрелке на слияние двух рек. Аки и Вулки. Или просто прогуляться по Большой Покровской. Или покушать в ресторанах вкусной украинской кухни. Пройдут новогодние праздники. Начнутся рабочие будни. Я буду ездить сюда на работу. Да, я езжу на работу в Нижний Новгород. Но я обязательно вернусь сюда еще много раз не по работе. А для того, чтобы здесь отдохнуть. Чтобы еще и еще полюбоваться неописуемой красотой Нижнего Новгорода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Большое спасибо всем, кто досмотрел видео до этого момента. Это значит, что, напряги всем косякам, Ангел интересный. А для того, чтобы такие видео были еще интереснее, напишите, пожалуйста, в комментариях, на что стоит обратить внимание и что стоит изменить. Ставьте ваши лайки и до новых встреч! Так, люби друзья, мы назад идем обыкновенным поездом, плацкартным вагоном. Вон, давайте посмотрим, стоит стриж. Вот он, сука, вагоны первого класса. Как бы я хотел у них поехать сейчас. Вот, там такие кресла классные, столики, прям как вагон-ресторан. Ты не заработал даже на вагоны второго класса пока еще. Учитывая то, что мы едем на обычном поезде. Так а ты мне зачем? Я тебе зачем? Чтобы меня любить, баловать. Заяц, я тебя люблю, балую и обожаю. Я же тебя побаловал поездкой в Москву и в Нижний Новгород. Кто, кого, это еще вопрос. Я тебя побаловал, потому что это была моя идея. Хорошо, договорились. Чьи это были финансы, это уже не важно, вопрос постепенный. Алло? Общий котик. Конечно, общий. Я всегда говорил, что ты зарабатываешь, это вообще деньги. А то, что я зарабатываю, это мои деньги, Заяц. Нет, котик, в Новый год погуляем, но твои. Из моих было снято только... Сколько? Двадцать. А просрали мы сколько? Ага. Не хочет говорить. В общем, вы все поняли. Спасибо. Спасибо.